Девушки отдыхают Тушили с помощью вертолётов. В Ксовском районе сгорели 17 дачных домов. Чем опасен пал травы и какой штраф грозит за поджог? Опаивал психотропными веществами и насиловал у себя в гараже. В Нижнем Новгороде начали судить Дмитрия Макарова. Переходила дорогу и оказалась под колёсами. В заводском районе около остановки Янки Купала сбили девочку. Новый вид мошенничества. За неделю более 4 миллионов рублей похитили с банковских карт нижегородцев. Как не стать жертвой обмана? Смерть в Сарове, метеорит в Арзамасском районе и магическое шоу. Чем ещё сегодня делились интернет-пользователи? Эфир Первого городского продолжают новости. Я, Максим Красильников, приветствую вас. Поговорим о главных событиях понедельника и прошедших выходных. И вот с чего начнём. С приходом весны нижегородцы начали активно убираться на своих приусадебных участках и жечь траву. Лысково, Городец, Арзамас, Саров и другие районы области уже были охвачены огнём. Меньше чем за неделю от пожаров пострадали десятки человек. Один из них погиб. В понедельник днём в Кстовском районе сгорело 17 частных домиков, потушить которые смогли только с помощью вертолёта МЧС. Чем ещё грозит пол травы, выясняла Анна Колпаева. Будут тушить. Огонь уже очень близко к дороге. Так горели поля близ Сарова, сотни квадратных метров. Спасатели утверждают, что в этом году количество пожаров увеличилось в несколько раз. Только за прошедшие сутки службами МЧС зафиксировано свыше 120 происшествий, 79 из которых из-за возгорания травы. В Кстовском районе за считанные минуты пламя перекинулось с двух домов на соседние. К приезду спасателей уже горело 10 построек в садоводстве «Отдых» и 7 в «Берёзке». К счастью, в этот раз обошлось без жертв. А вот в пятницу в городецком районе пожилой мужчина жёг мусор и в результате пламя перекинулось на дом и баню. После трагедии пожарные нашли обгоревшее тело 67-летнего пенсионера. Экологи предупреждают, что от весеннего пала страдают не только люди, но и животный мир. Гибнут малоподвижные крупные млекопитающие, например, ежи. Еж тоже не может уйти от этого огня, особенно когда по ветру. Но кроме животных и птиц погибают и не менее важные организмы, которые находятся в почве – черви, жуки, сороконожки. Именно они создают плодородную землю и отвечают за зелёный газон. Почва – это огромная экосистема. Для того, чтобы восстановиться после пожара, ей нужно не менее пяти лет. Здесь, в Лопатинском овраге, живут не только полезные микроорганизмы, но и гнездятся соловьи, которые из-за человеческого незнания часто становятся жертвами огня. Этот овраг – излюбленное место не только любителей природы, но и поджигателей. Местные жители рассказывают, что уже устали бороться и даже знают, кто каждый год разжигает костры. Каждый год. Это каждый год. Как только снег сошёл, всё. Их прям… Ну, один год я даже ловил. Ну, что пацанам сделаешь? Спички детям дают. К слову, для таких нарушителей давно предусмотрена статья в административном кодексе. За поджог сухостоя придётся заплатить от 2 до 3 тысяч рублей должностному лицу от 6 до 15, а вот юридической организации – до 200 тысяч рублей. Если в регионе действует особый противопожарный режим, то наказание увеличивается вдвое. Если вы стали свидетелем поджога, попытайтесь предотвратить распространение огня. В случае пожара немедленно вызовите спасателей по номеру 01 или 112. Анна Колпаева, Иван Масов, Служба новостей, город. Продолжаем. С наступлением тепла жители города всё чаще выезжают на природу. Конечно, отдых не обходится без костра и шашлыков. Где и как на природе приготовить еду, чтобы не нарушить закон и не получить штраф? С 26 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещается разжигание костров, сжигание мусора в лесах, выжигание травы и проведение других пожароопасных работ. Отдохнуть и пожарить мясо всё же можно, но на специально оборудованных площадках в парках, в собственном загородном участке и даже в городе. Главное соблюдать следующие правила. В первую очередь важно знать, что жарить шашлыки можно только в специальной конструкции или мангале. Минимальная его высота 30 сантиметров. Готовить разрешается только на углях без открытого огня и только на чистом участке без сухой травы и веток. Важно находиться вдали от лесных насаждений и для собственной безопасности иметь при себе ёмкость с водой или огнетушитель. А когда пикник закончится, не забудьте забрать с собой весь привезённый мусор. Кстати, за нарушение мер пожарной безопасности предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей. Концертный зал Юпитер снова откроет свои двери. Нижегородский районный суд снял запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Напомним, Юпитер возобновил свою работу после реконструкции 1 марта, но спустя месяц площадку закрыли из-за нарушения требований пожарной безопасности. О других новостях короткой строкой. В Нижнем Новгороде может появиться скоростной трамвай. В рамках модернизации транспортной системы планируется построить и реконструировать более 40 километров трамвайных путей. Создать 19 километров выделенной линии скоростного трамвая, а управлять городским транспортом будет специально созданный для этого единый центр. В России появятся уменьшенные дорожные знаки. С 1 мая, согласно новому ГОСТу, знаки размером 40 на 40 и 50 на 50 сантиметров могут быть установлены на нескоростных дорогах, в центрах городов и в зонах исторической застройки. Родители детей с ограниченными возможностями смогут брать оплачиваемый отпуск длительностью 4 дня в месяц. Такой законопроект рассматривается в Госдуме. На дополнительный отдых могут рассчитывать мать, либо отец, или сразу оба родителя, но тогда выделенные дни делятся пополам. Нижегородские волейболистки одержали победу над командой «Северянка» из Череповца. Наши землячки уверенно начали игру, но соперницы не собирались сдаваться. Для определения победителя был назначен тайбрейк, в котором спартанки оказались сильнее. Матч закончился со счетом 3-2, тем самым нижегородки впервые завоевали золото с чемпионата России. Награждение команды пройдет 23 апреля на стадионе «Нижний Новгород». Более 4 миллионов за 7 дней столько похитили мошенники с банковских карт нижегородцев. Каждый думает, что его обман обойдет стороной, но всего за неделю на крючок преступников попались 56 человек. Правоохранители просят – не будьте доверчивыми. Состояние было, как опустошенности, потому что я как-то привыкла вроде бы людям верить. И для меня обмануть человека – это как-то всегда болезненно и неприятно. Вот такой была реакция женщины, пожелавшей остаться неизвестной, когда она поняла, что ее честно заработанные деньги попали в чужой карман. Схема мошенничества всегда похожа. Они звонят вам и представляются сотрудниками банка, рассказывают, что с вашего счета происходит подозрительное списание и просят назвать три цифры с обратной стороны банковской карты. Воспользовались тем, что я по своей некомпетентности сообщила им доступ в Сбербанк онлайн, в личный кабинет. Ну и назвала код. И они сказали, подождите, мы сейчас у вас программу установили, мы сейчас все у вас ликвидируем. Также мошенники могут сообщить о подозрительном вирусе либо о том, что информация нужна для подтверждения кредита или других операций. И если преступники получали заветные цифры, хозяева прощались со своими кровными навсегда. Вы только вдумайтесь, почти 60 жертв за одну неделю. 41-летний директор акционерного общества лишился 80 тысяч рублей. 67-летний пенсионер помог мошенникам завладеть своими деньгами в сумме 111 тысяч 500 рублей. 45-летний бухгалтер потерял 367 тысяч рублей. 59-летний водитель скорой помощи перечислил мошенникам 195 тысяч рублей. Вычислить обманщиков сложно, ведь звонят вам с левых номеров, а деньги уходят на неизвестные счета. При этом вы не знаете вора в лицо, а слышите лишь голос, который можно изменить через специальную программу. Защитить себя можете лишь вы сами. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никому не сообщать данные своих банковских карт, пароли от этих карт, три цифры с обратной стороны своей банковской карты, а также те смс-пароли, которые приходят на ваш телефон, привязанные к счету карты. Если даже вам позвонили и представились сотрудниками банка, спросите фамилию, имя, город и номер отделения. После этого уточните информацию по телефону, указанному сверху на обратной стороне карты. Только так вы можете быть уверены, что это не мошенники. К слову, пока есть люди, которые верят им, их число лишь увеличивается, а методы становятся все более изощренными. Теперь к другим темам. В Нижнем Новгороде отреставрировали домик Петра Первого. Здание культурного наследия федерального значения пустовало несколько лет. А теперь здесь будут проходить экскурсии и праздники воинской славы. Точной даты постройки здания неизвестны. Предварительно дом построен в конце 17-го, начале 18-го века. По преданию, здесь останавливался Петр Первый в 1695 году. Поэтому в народе здание получило название «Домик Петра». Реставрационные работы длились 6 месяцев, и теперь специалисты подарили этому месту вторую жизнь. Усиление фундаментов, метод инъектирования, потом гидроизоляция, потому что подвал здесь был в сырости, в плесени, затапливался. Эти цели были реализованы. Дальше реставрация кирпичной кладки, протекала кровля, замена кровли. Но на этом работы не заканчиваются. Планируется воссоздать здесь исторический интерьер, сделать трапезную в русском стиле, облагородить прилегающую территорию и восстановить историческое ограждение. Реставраторам также удалось сохранить израсцовую печь, чугунную лестницу и лепнину. Кстати, сейчас на территории области около 3,5 тысяч памятников культурного наследия. Часть памятников у нас находится в неприглядном состоянии. Это и в областном центре, а особенно это усадьбы, заброшенные церкви на территории региона. Так что работа не почты крайне. Уже в ближайшее время планируется отреставрировать заброшенные с 80-х годов флигели во дворе усадьбы Рукавишниковых и четыре башни Нижегородского Кремля. Летом этого года там начнутся первые работы, отремонтируют кровлю и восстановят кирпичную кладку башен. Далее новости от наших партнеров. Смотрите во второй части выпуска. Опаивал психотропными веществами и насиловал у себя в гараже. В Нижнем Новгороде начали судить Дмитрия Макарова. Переходила дорогу и оказалась под колесами. В автозаводском районе около остановки Янки Купала сбили девочку. Смерть в Сарове, метеорит в Арзамасском районе и магическое шоу. Чем еще сегодня делились интернет-пользователи. Вы смотрите служба новостей «Город» и мы продолжаем. В Нижнем Новгороде судят насильника, который несколько месяцев держал девушку в гараже. Напомню, в мае 2018 года стало известно о том, что 44-летний Дмитрий Макаров опоел 18-летнюю Нижегородку психотропными веществами, а после всячески издевался над ней и насиловал. Мужчины признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Из психиатрической клиники на июльских днях Дмитрий Макаров сбежал через полгода, накануне новогодних праздников. Найти его удалось лишь через три месяца, в конце марта. Искали не только правоохранители, но и неравнодушные нижегородцы. Они помогали распространять объявления. В ходе комплекса оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено местонахождение разыскиваемого. Мужчина скрывался в квартире, которая взяла в аренду его 42-летняя сожительница. 27 марта 2019 года, около 1 час 30 минут, полицейским было произведено задержание мужчины. Дмитрия Макарова снова поместили в лечебницу, а накануне начали судить. На заседании вскрылись страшные подробности. Оказалось, что все издевательства подозреваемый записывал на видео. Более того, соседи мужчины предполагают, что психотропные вещества, которыми он опаивал 18-летнюю девушку, ему доставала его мать. Жители его дома рассказывают, что женщина всю жизнь проработала в той самой больнице, где лечился мужчина. А еще, по словам свидетелей, Дмитрий сбежал из лечебницы именно при помощи матери. Кроме того, знакомые подозреваемого рассказывают, что он прекрасно осознавал, что делал. Мы будем следить за развитием событий. Браконьер пытался зарезать егеря. Лесник услышал выстрел, а после встретил уже знакомого охотника. Позже выяснилось, что мужчина убил селезня. Егер начал фотографировать злоумышленника, и тот набросился на него с ножом. Леснику удалось отбиться. Сейчас ведется расследование о других происшествиях в регионе. Мы расскажем далее. Переходила дорогу в неположенном месте и оказалась под колесами. В Нижнем Новгороде около остановки Янки Купалы сбили девочку. По словам местных жителей, на этом перекрестке нет пешеходного перехода, и поэтому люди часто идут по проезжей части. Ребенок остался жив, но получил травмы. Потасовка на дороге. На улице Ижорской произошла драка. По словам очевидцев, водитель Митсубиси чуть было не сбил троих человек на пешеходном переходе, после чего произошла драка. К слову, кто первым полез в бой, сказать сложно. Я вообще не понял, что сейчас произошло. Судя по всему, обе стороны были настроены агрессивно. Спустя пару минут, когда все выпустили пар, молодые люди разошлись по своим делам. Подожгли гараж и скрылись. В автозаводском районе очевидец заметил трех подростков, идущих из гаражного массива. После того, как юноши отошли от строения, над крышей начал виднеться дым. Свидетель произошедшего просит, если вы узнали в этих юношах своих детей или родственников, проведите с ними воспитательную беседу. Шутки с огнем могут закончиться совсем невеселыми последствиями. ДТП на дворце спорта. Столкнулись Мерседес и машина такси. Водитель, который поворачивал налево, продолжил ехать уже после того, как стрелка на дополнительной секции погасла. В итоге у иномарки отлетела часть бампера. От удара автомобиль такси развернуло на 180 градусов. Погибших нет. Необычное природное явление в Нижегородской области. Смерч промчался над Саровым в выходные. А жители вместо того, чтобы бежать, тут же начали его снимать и выкладывать в интернет. А вот чем еще делились интернет-пользователи, расскажем в рубрике «Социальные сети». Пока стоим смотрим, мне кажется, надо бежать. Неудивительно, что девушки завороженно смотрели на песчаный вихрь. Ведь в нашей полосе это встречается крайне редко. А если смерч начинается, то достигает размера не больше 10 сантиметров в высоту. Но на этом чудеса природы не заканчиваются. Тем же вечером нижегородцы увидели падение метеорита в Арзамасском районе. Что это было на самом деле, остается только гадать. Но получилось очень эффектно. Понедельник – последний день, когда нижегородцы могут наблюдать инновационные световые шоу на здании бывшей фабрики «Маяков». Если вы так и не успели увидеть магические картины вживую, то поторопитесь, шоу начинается с приходом темноты. Гитару не могут позволить купить. Это реально не по карману. Потому что если на двоих у матери и у отца 18 тысяч зарплата, а гитара стоит 13, то о чем говорить вообще? Вадим не просто оперный певец, но и создатель фонда «Добра». Он дарит детям музыкальные инструменты и учит их играть. Докупим еще несколько инструментов, которые дети и родители попросили. И посетим их большим удовольствием. Кроме того, Вадим в своем фонде помогает детям и семьям, продуктами, одеждой и бытовыми вещами. И призывает всех быть внимательнее к ближним, ведь в тяжелой ситуации может оказаться любой из нас. Остров Маджули сокращался из-за частых наводнений, а животные на нем просто вымирали. Чтобы спасти родное место, индиец в одиночку высадил целый тропический лес. Его угодья занимают уже 560 гектаров, и в нем даже обитают дикие животные. Носороги, олени, слоны и тигры. В планах у лесного человека спасти соседние острова и восстановить их природу. А теперь хорошим новостям от наших телезрителей. Чем порадовал их этот день, они рассказали съемочной группе Первого городского. Мы всей семьей выбрались погулять в один из таких хороших теплых весенних дней. Лаура впервые оказалась в Нижнем Новгороде и с удовольствием прошла по пешеходной улице. Это случилось с нами в первый раз, мы очень довольны. У нас хорошая новость, это ожидание внучки, самое приятное. У нее скоро день рождения, мы собираемся поехать отдыхать в Москву. Сходили сейчас с друзьями, встретились и вкусно позавтракали. И в конце выпуска о погоде Юлия Карабасова расскажет, какой прогноз нас с вами ожидает завтра. Здравствуйте! По прогнозу синоптиков, в днем 23 апреля в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода. Вероятность осадков 11%. Атмосферное давление в пределах нормы, воздух прогреется до 15 градусов тепла, а вот ощущать мы будем 11 градусов. Ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Относительная влажность от 47 до 71%. Во вторник ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачная погода с кучевыми облаками. Вероятность осадков уменьшится до 5%. Относительная влажность от 71 до 78%. Атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха составит плюс 9 градусов, а вот ощущаться будет как 7 градусов выше 0. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Прогноз погоды на вторник, 23 апреля, подошел к концу. Я желаю вам всего самого теплого и всего самого доброго. До встречи на Первом городском. На этом пока все. Хорошего вам настроения и до встречи в городе.